Ваешев Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу Ваешев. Мы приближаемся быстрым шагом к празднику Ханука. Известно, что говорит Мааралми Праг и также пишет Ильяу Деслер в книге «Письмо от Ильяу», вторая часть. Праздник, который у еврейского народа, это не просто из-за того, что в то число произошло много лет тому назад что-либо, а имеется в виду, что в тот день происходит то, что происходило до этого. Когда мы празднуем Песах, не имеется в виду, что три тысячи лет тому назад был выход из Египта, и мы вспоминаем это и благодарим Всевышневу за чудеса, которые произошли с нами, и то, что он нас выбрал и одаревал нам Тору. А имеется в виду, весь дар, вся святость, мы ее чувствуем заново. Так же, Ханука, не только что две тысячи лет тому назад во времена второго храма было царство греков и произошло чудо с Хашмонаим. Нет. Мы чувствуем и происходит то, что происходило тогда. Это душа шефа Илуки, который был в те времена. Давайте мы посмотрим с помощью нашей главы и увидим, как можно соединить то, что происходило в те времена с нашими временами, чтобы мы выучили, как правильно жить и что называется жизнью. И поселился Яков на земле проживания своего отца, на земле Кнаан. Спрашивает Раши. В начале Пасука сказано и поселился в Аейшев. А про то, что происходило с отцом Якова Ицхаком, написано Мигурей. В чем разница? Ваейшев на Лашонакойдеш означает «постоянность». А Мигурей от слова «герут» – «пришелец», человек, который живет на каком-то месте временно, а не постоянно. Говорит Раши. Ваейшев еще истолкованно и поселился Якову захотелось жить спокойно. Тот час постигло его несчастье с Йосефом. Стоит праведным захотеть жить спокойно, тогда Всевышний говорит «мало праведным, уготовленного им в будущем мире, что они хотят жить спокойно в этом мире». Объясняет Раши, что значит «ваейшев и поселился Яков». Он хотел жить в спокойствии, получать радость от жизни, и так далее. Клия Кар, один из мудрецов Торы, 200 лет тому назад, объясняет по-другому. Говорит Клия Кар так. В чем разница между словами «ваейшев» и словом «мигуреявив»? «Ваейшев», так как мы сказали, это постоянное жительство. А «лягур», «мигуреявив» имеется в виду временное. Говорит Клия Кар. Почему Тарания говорит, или то же самое, насчет Якова и насчет отца, про постоянное жительство, словом «ваейшев»? нужно было сказать «ваейшев Яков, беэрец, ешув, авив»? Или же сказать наоборот, «ваейшев Яков, беэрец, мигуреявив». Почему про Якова, говорит Клия Кар, сказано, постоянное жительство, а про Ицхака, его отца, временное? Кроме этого, спрашивает Клия Кар, из-за какой причины Тара упоминает, где жил Яков на земле Кнаана? Ведь мы знаем, и уже было сказано до этого в предыдущих главах, что Яков, после того, как он сбежал от Лавана, он жил в эрец Исруэль, в эрец Кнаан. Зачем тогда это заново упоминается в нашем пасуге? Объясняет Клия Кар так. «Лефише маашимет Яков аль шабикеш лишев баулам хазе ешива шелкева льюйот кетошав баулам хазе бимаком мигуреявив». Тара обвиняет Якова в том, что он хотел жить постоянно в этом мире. То есть Ицхак, его отец, в этом мире жил временно, как пришелец, который пришел в одно место, а завтра уходит. Яков, говорит Клия Кар, в этом мире жил постоянным жительством, как тошав. Говорит Клия Кар дальше. Откуда мы это знаем, что Ицхак жил в этом мире как пришелец, а не как постоянный житель. То, что сказано в Торе, Всевышний сказал ему «Гур баарец хазот» «Живи в этой стране», то есть на этой земле. Гур, говорит Клия Кар, как мы сказали, это от слова «Гер» пришелец, чужой, тот человек, который проживает в каком-либо месте, временно, а не постоянно». Говорит Клия Кар, но что мы можем сказать? Может быть, почему Всевышний сказал Ицхаку «Гур баарец азот»? Из-за того, что Ицхак по-настоящему был как пришелец, то есть эта земля, окна она не принадлежит ему. Говорит Клия Кар, это не так. Говорит Клия Кар, «Беотто эрец ая Ицхак тошав, киши логи, шекен амар Авраам гер втошав анухи махем, им тирцу арен гер вим ло этлен абедин». Говорит Клия Кар, нет. Нет, потому что Ицхак жил в чужом месте, поэтому Всевышний ему говорит Гур-Ба-Арцезот как пришелец. Земля Кнаана Эрцезроэль была получена Авромом от Всевышнего. Авром получил ее и его потомки. Поэтому когда было сказано Всевышним Ицхаку Гур-Ба-Арцезот имеется ввиду это твоя земля, она принадлежит тебе и твоим потомкам, но ты должен жить в ней временно. Откуда мы это знаем, что Авраам Авину получил Эрцезроэль? Когда Авраам после смерти его жены Сара и Мейну он хотел купить участок земли в Хевроне для того, чтобы в нем похоронить Сару, то когда он обратился к жителям Хеврона он им сказал так «Я пришелец и постоянный житель с вами объясняет Амраше «Если вы согласитесь мне это продать, то я тогда как пришелец, но если не согласитесь, то я возьму то, что мне принадлежит по закону как постоянный житель, потому что это мне принадлежит мне Всевышний дал эту землю поэтому мы видим что это принадлежит их тогда же почему спрашивает Клиакар Всевышний сказал Ицхаку чтобы он жил как пришелец в земле которая принадлежит ему говорит Клиакар так Говорит Лекар Всевышний сказал Ицхаку ты должен жить в этом мире не как постоянный житель а как временный житель как пришелец как тот человек про которого сказано в Масехе Троша Шана страница девятая Кеми Дайер Бей Дайре человек который продает что-либо какой-то товар он сходит с одного места на другое говорит Раши сегодня он спит здесь завтра он спит там но у него нету постоянного места жительства так же и ты говорит Ицхак должен жить в этом мире как пришелец а Яаков говорит Клиекар но ламад мемену ласоткен алкен кафац алав гукзош альюсеф но Яаков не получил от отца и не вел себя так как вел его отец Ицхак а хотел жить в этом мире как постоянный житель здесь спрашивается вопрос во первых в чем разница между Раши которая объясняет что Яаков хотел жить в этом мире и получать наслаждение удовольствие в спокойствии и Клиекар который объясняет что Яаков хотел жить в этом мире как постоянный житель а не как пришелец а кроме этого если мы спросим Яакова Вину про которого мы несколько раз говорили Медраж Раба говорит что Яаков Бхир Авод он выбран из отцов то что сказано в Тейлим Ки Яаков Бахарлуя Всевышний выбрал Яакова написано в книгах что Яаков он был Шалем Шаба Авод цельным из отцов и Яаков который достиг высоты святости в службе Творцу хотел жить как постоянный житель как говорит Клиекар а по Раши он хотел жить в этом мире в наслаждении в спокойствии как это может быть а кроме этого нужно спросить вопрос ведь Яаков так как сказано в некоторых местах в Талмуде что за поступки человека он получает вознаграждение сами плоды в том мире в будущем мире а в этом мире он тоже у него ему дают выделяют какую-то часть чтобы он также жил в спокойствии и так далее почему тогда произошло с поступком Яакова что произошло то что произошло тяжелое испытание и муки с его сыном Йосефом говорит Меселат Ишарим путь праведных Рамхал в первой главе известно говорит Меселат Ишарим что каждый человек у которого есть мудрость он не может поверить что цель сотворения человека она для того чтобы он жил в этом мире спрашивает Меселат Ишарим кима им хая я адам бау ла мазе разве жизнь человека в этом мире она что-то в ней есть хорошего разве есть человек который радуется или живет в спокойствии в этом мире ведь сказано говорит Меселат Ишарим в Псалмах Тегелим Перакцадик 90 глава сказано так Пасу говорит так дни лет наших 70 лет а если сильны 80 лет и надменность их суета и ложь ибо быстро мелкают они и умираем мы говорит Меселат Ишарим камами найцар вехолаем умохавим утладот у каждого человека каждому это известно есть страдания волнения переживания болезни муки разве это называется хорошей жизнью говорит Меселат Ишарим дальше а после этого сама смерть так кто-то может сказать что цель для того чтобы был сотворен человек это этот мир ведь говорит Клиека Меселат Ишарим Один из тысяч мы не найдем тот который всю жизнь постоянно у него есть спокойствие и наслаждение даже если он доживет до ста лет все равно его жизнь будет уже идет к концу то есть мы видим каждый мудрый человек который рассмотрел он сразу осознал что жизнь в этом мире это не цель она временно она проходит быстро а кроме этого есть страдания муки волнения переживания говорят мудрецы в Медраше Медраше Ялкутши Муни про этот пасук сказано в Торе в Таилим говорится так ибо быстро мелькают они и умираем мы кигаз хиж вена уфа говорит Медраж Амрин Рабанан Газин Хашин Тасин что дни человека его жизни они быстро проходят как полет птицы и только человек осознал и он видит что прошли многие годы в его жизни да как Якова Вину посчитал что он должен жить в этом мире в спокойствии в наслаждении от него и Якова Вину как он мог подумать что он должен жить в этом мире как постоянный житель давайте рассмотрим то что сказано в Масехет Шаббат трактат Шаббат 21 страница мы знаем что ханукальные свечи мы их зажигаем каждый день но есть спор между Бет Шамай и Бет Илель как именно зажигать говорится здесь в Талмуде так Бет Шамай אומר день речен медлик 8 мекан ваилах покет ваолах в первый день говорят Бет Шамай он зажигает 8 свечей и с каждым днем он уменьшает одну Бет Илель אומר день речен медлик 1 мекан ваилах мосиф ваолах а Бет Илель спорит и говорят что в Йом решен в первый день Хануки он зажигает одну свечу и с каждым днем он добавляет еще одну еще одну пока в последний день не будет 8 в чем заключается спор между Бет Шамай и Бет Илель почему по Бет Шамай нужно с каждым днем уменьшать свечи а по Бет Илель прибавлять добавлять говорит Гмаратак смысл спора между Бет Шамай и Бет Илель было два Амураим два мудреца Талмуда в Эрец Исраэль которые объясняли по другому один из них был Раби Йоси Баравин а второй Раби Йоси Барзвида один говорит так Хадамар Тамаде Бет Шамай Кенегед Прихахаг Почему Бет Шамай говорят что нужно уменьшать с каждым днем потому что они сравнивают это с тем что сказано в главе Пинхаз о жертвах приношения в Суккот в Суккот в первый день праздника приносят 13 жертв а во второй уменьшают 12 и так далее пока в последний седьмой день праздника в Суккот приносят 7 жертв поэтому Бет Шамай говорят нужно уменьшать а Бет Илель почему говорят нужно прибавлять с каждым днем от первой свечи до восьмой он говорит так что имеется ввиду Человек должен прибавлять святость а не уменьшать мне кажется что здесь есть один смысл в этом что имеется ввиду что Бет Шамай говорят что нужно уменьшать а Бет Илель говорят прибавлять Бет Шамай говорят так когда человек живет в этом мире обычно как сказано взор Акадош человек который идет на земле он думает что его жизнь вечно и он будет жить вечно и все принадлежит ему но человек забывает что дни его они очень проходят быстро и исчезают так как мы видели одним мгновением все проходит но он это забывает почему он это забывает нужно знать так когда человек считает что цель его жизни этот мир тогда он все делает для того чтобы получить наслаждение от этого мира у него есть страсти вожделения нужды в чем-либо и он живет этим миром он работает для того чтобы у него была возможность купить приобрести то что ему требуется поэтому он забывает что дни его они очень короткие и проходят как говорят мудрецы как тень и не только как тень стены а как тень летающей птицы мы должны знать что наши дни они очень короткие и человек должен осознать что цель его жизни это не этот мир а будущий быть шамай нам говорят так помни что день который прошел ты уже его не вернешь а жизнь у тебя очень короткая сколько человек живет 70 80 лет ты должен использовать каждый день твоей жизни для того чтобы ты смог достичь правильной и нужной цели то есть будущий мир сказано в перке вот раби яков умир раби яков говорит намного больше и важнее и лучше один час в который человек делает чуву и выполняет заповеди чем вся жизнь будущего мира что имеется ввиду говорит один из мудрецов который был 900 лет тому назад рабейну йойно мегиронди в один час своей жизни он может поступками и выполнением заповеди приобрести будущий мир вознаграждения в будущем мире говорит рабейну йойно приводит то что сказано в мидрашты лим одиннадцатая глава рассказывается там про якум иш сророт якум из места которого звали сророт он был племянником раби йоси бен юэзер иш цреда одним из танаим мудрец талмуда раби йоси бен юэзер этот якум иш цророт он покинул путь торы приблизился к римляням и делал зло и вот раз йоси бен юэзер он был один из мудрецов торы в том поколении то он был наказан смертной казнью и вот один раз сказали раби йоси бен юэзеру что в шаббат ты будешь наказан раби оси бен юэзер сидел в то время в яшиве и обучал других тору ему сказали что его племянник якум иш цророт он скачет на коне раби оси бен юэзер вышел и подошел к своему племяннику и говорит ему куда ты идешь он сказал посмотри коню привязано бревно на котором тебя повесят сказал ему раби якум иш сророт смотри мои поступки зло как ты утверждаешь к чему привели я приближен к царю к императору у меня важная должность меня все уважают а твои поступки добро к чему привели смертной казнью отвечает ему раби оси бен юэзер если ты злодей и такое у тебя есть дар то ты можешь представить что будет у тех которых выполняют законы всевышнего и выполняют тору какой у них будет дар сказал ему якум иш сророт ведь некого больше тебя который так выполняет и служит всевышнему то есть ты говоришь мне дядя мудрец торы что если и меня такое вознаграждение то что будет с мудрецами с праведниками но ведь разве есть кто-либо кто выше тебя мудрости торы нет и смотри какое тебе наказание то сказал ему рабьес и бен вейзер следующее если так наказывают мудрецов торы праведников торы которые выполняют законы и волю всевышнего то ты можешь представить какое наказание будет у тех у которых делают зло отвернулись от торы и от всевышнего когда услышал это Якум Ишчуррот он осознал и понял какое наказание у него будет в будущем мире рассказывает там Медраж что он сделал так умертвил себя чтобы было 4 смертельных казни Санедрина Рассказал и нарушал и нарушал законы торы за один час он мог все исправить и изменить за один час он получил часть в будущем мире и даже опередил меня что твоя жизнь проходит быстро ты не успеш оглянуться и уже все закончил всю свою жизнь поэтому мы уменьшаем свечи чтобы мы помнили что день прошедший мы не использовали и жизнь наша проходит очень быстро и это имеется ввиду то что говорит Клиякар человек должен жить в этом мире как пришелец почему как пришелец потому что этот мир он временный он непостоянный Якова Вину он начал жить в этом мире как постоянный житель то Всевышний ему привел испытания с Йосефом напомнить что этот мир он временный и ни в коем случае мы не должны забывать нашу цель в этом мире на что это похоже когда люди ожидают автобус то для для удобства их во время ожидания ставят остановку если когда жарко есть солнце чтобы был тень а когда дождь чтобы они скрылись от дождя представим себе люди ожидают автобуса подходит один и начинает вешать картины на остановку и вот видят что несут диван и украшают остановку и так далее его спрашивают что ты делаешь он говорит ну как что ведь мы же здесь теперь то его смеют и скажут ты не понимаешь мы здесь временно мы только ждем автобус и потом мы покинем и больше сюда не вернемся это временное место мы только здесь для того чтобы ожидать автобуса зачем нам нужно картины диван и удобство мы только стоим и ждем автобус а потом что ты оставишь это здесь просто так то же самое здесь человек должен помнить что этот мир это временный мир он в нем как пришелец для чего мудрецы в перке вот говорят так наш мир это как коридор в коридоре когда человек входит к царю какому-то важному министру то есть коридор в коридоре он подготавливает себя проверять в зеркало если у него чистая одежда и думает о том что он скажет царю чтобы было успешно но в этом коридоре он не живет вечно несколько минут некоторое время и он входит в зал там где ожидает его царь министр также этот мир этот мир он временный для чего чтобы мы использовали и подготовили себя к будущему миру с помощью заповедей с помощью изучения тор с помощью службы творцу это цель будущий мир но ни в коем случае не обращаться к этому миру как постоянный поэтому в чем был обвинен яаков по его уровню он сказал так я хочу чтобы у меня было больше возможностей для того чтобы я служил и подготовил себя к будущему миру не то что яаков хотел и посчитал этот мир как постоянный он сказал так ведь если у меня будет больше возможностей подготовиться к следующему миру то будет лучше если мы рассмотрим мы спросим человека что мешает тебе служить всевышнему выполнять заповеди он скажет если у меня будет красивая квартира удобная красивая мебель много книг электротовары и у меня будет высокая зарплата чтобы я не старался и не трудился и тогда я все удобства я хочу не для того чтобы я получал от них удовольствие а для того чтобы я мог их использовать для того чтобы служить всевышнему но если мы рассмотрим это ведь до этого как у него появились эти удобства у человека есть какие-то возможности ну допустим у него нет большой квартиры нету машины нету высокой зарплаты но что-то есть так если бы ты действительно хотел использовать эти удобства для важной цели будущий мир почему ты не используешь те условия те возможности которые у тебя есть теперь значит не то что ты хочешь использовать это удобство для выполнения заповедей а ты хочешь это удобство для этого удобства сказано в Масехат Брахот сказано в Мишне на странице Нундали Пасук говорит так Ве Агавто Эташем Элокехо Бехоль Ливавхо Убехоль Навшихо Убехол Меодехо И люби Бога Творца Твоего всем своим сердцем и всей своей душой и всем своим имуществом говорит Хазаль в Мишне они объясняют по другому слово Меодехо Бехол Мейда Ве Мейда Шакодушбол Хунотеннеха Хиве Модело Меод Меод С тем что тебе Всевышний дал то есть у человека есть имущество есть какие-то условия и с этими же условиями в этом положении в котором ты находишься сейчас используя их для будущего мира не думай что если у меня будет больше возможностей больше уюта и удобства тогда я смогу действительно служить Всевышнему нет если тебе действительно важен будущий мир а не этот мир и все что в нем то ты бы использовал даже то что у тебя есть Якова Вину он не хотел получать удовольствие и жить в этом мире как постоянный житель но он сказал конечно по его уровню что если у меня будет больше возможностей я смогу больше приблизиться к Всевышнему сказал ему Всевышний нет праведниками идет суд более строгий на твоем уровне даже если ты немножко отвлекнулся от цели даже если ты отвлекнулся от нее для самой цели то есть приобрести больше возможностей это запрещено потому что в какой-то мере ты покинул цель будущий мир и ты повернулся и теперь идешь для того чтобы жить в этом мире поэтому говорят Бет Шамай помни что дни и годы проходят как одно мгновение они летят теряются ни в коем случае не теряй даже каждый день потому что ты повернешься и осознаешь что твоя жизнь прошла поэтому по их мнению свете уменьшаются помни что уменьшаются дни жизни твоей используй каждый день и каждый час потому что так как мы видели даже за один час мог же человек приобрести и подготовить тот дар и вознаграждение которое он получит в будущем мире второе это мнение Бет Илель каждый день мы добавляем еще одну свечу почему человек должен знать иногда человек достиг что-либо в службе творцу он выучил Тору он получил мудрость Торы он достиг какого-то духовного уровня и вот теперь он говорит смотрит назад и говорит да я могу немножко отдохнуть ведь я уже что-то достиг говорят ему Бет Илель нет Маалин Бекойдеш Вейн Моридин Бекойдеш человек должен все время подниматься выше и выше и на одно мгновение не останавливаться сказано в Мишлей Орах Хаим Лемала Лемаскель Леман Сур Шоол Мата 15 глава 24 посук Орах Хаим имеется ввиду путь в жизни какой должен быть путь в жизни человека тот который поумнел и помудрел он поймет что путь жизни должен быть все время Лемало вверх подниматься почему Леман Сур Шоол Мата для того чтобы ни в коем случае он не упал и не снизился вниз объясняет это Робейну Малбим и говорит так на что это похоже когда человек поднимается на гору скалолаз то он знает что несмотря на то что по природе легче упасть вниз чем подняться но ведь ни в коем случае никто не скажет о он посмотрит вниз увидит я уже поднялся высоко можно отдохнуть но только стоит ему отпустить расслабиться он упадет вниз поэтому несмотря на то что тяжело подниматься наверх но он понимает что расслабиться и спуститься имеется ввиду это смерть а подняться наверх несмотря на то что тяжело это жизнь так же говорит Малбим насчет службы творцу когда человек у него есть две стороны душа и тело душа все время тянет его к духовности всевышнему выполнять законы всевышнего улучшать службу ему а тело все время тянет наоборот страсти вожделения поэтому говорит Малбим но человек знает что если он идет и тянется к тому что тянется его душа приблизиться к всевышнему и выполнять его законы тогда он выживет у него будет жизнь но если он потянется за телом то он потеряет свою жизнь это говорят нам бет и лель каждый момент в жизни человека он ни в коем случае не должен думать что он может уже отдохнуть он все время должен улучшать 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 свою службу всевышнему поэтому с каждым днем по бет и лель добавляет еще одну свечу чтобы мы выучили и помнили что человек должен с каждым днем улучшаться нет такого понятия что он достиг чего-либо и может отдохнуть и он останется на том же уровне нет нет посредине или ты поднимаешься или ты падаешь вниз поэтому человек должен стремиться к тому чтобы он все время поднимался говорит Раши Якова Вину хотел жить в спокойствии в наслаждении то есть понятно что Якова Вину не имел ввиду чтобы у него было наслаждение но у него была мысль даже мысль что в какой-то момент я должен отдохнуть остановиться я уже что-то либо достиг не то что Всевышний его наказал тем что произошло с Йосефом это тяжелое испытание которое длилось 22 года у Якова нет он ему сказал испытание а не улучшает человека человек должен с помощью ними стремиться вверх а не становиться на одном месте сказано в Баалатуре Баалатуре говорит наш пасук Ваеша Вяаков Беэрец Мегурай Авив В Торе говорит Баалатуре есть два места в которых сказано Мегурей место жительства первый говорит Баалатуре у нас здесь а второй то что сказано в книге пророка и Хескель 21 глава сказано в 17 пасуке так Зеак Израиля обречены мячу были они с народом моим потому бей себя по бедру то есть Элми Гурай Херов имеется ввиду они были обречены мечом почему когда человек находится в таком месте где он обречен к смерти это это имеется ввиду говорит Баалатуре и здесь где Якова вину сел между потомками Эйсава тот постоянный Эйсав который ненавидит Якова так как мы видели он находился среди тех которых ненавидят хотят убить и уничтожить его говорит Баалатуре так но все равно он сел среди них несмотря на опасность Несмотря на то что он был обречен мечом смерти все равно он сел среди них говорит Баалатуре из Медра Шраба на что это похоже Это похоже на человека который увидел много собак и вместо того чтобы убежать от них те собаки которые хотели укусить их то он сел среди них около них так же говорит Баалатуре и Якова Вину он мог убежать от того места где находились потомки Исава и Сам Исава потому что они хотят его убить уничтожить но он все равно сел среди них говорит Имре Емет один из мудрецов из Гура Отсюда мы должны выучить важный урок что ни в коем случае человек не должен убегать от испытаний которые приходят к нему от страданий и мук так же как Яков он не убежал он сел в том месте почему испытания приводят к тому что кроме того что человек искупает свои грехи и злые поступки но он поднимается и улучшается в своей службе к Творцу и это говорят Бет-Илель не останавливайся не смотри на то что было вчера добавляй еще улучшай Маалин Бекойдеш Вен Молидин Я слышал про одну праведницу ее звали Эстер Боймел и вот она заболела тяжелой болезнью и после операции ей должны были дать обезболивающее лекарство потому что боли были страшные и вот по ошибке что-то произошло и медсестры не дали это лекарство но когда родственники этой праведницы Захройна Левроха сказали медсестрам что у нее страшная боль и мы видим то медсестры сказали нет это вам просто кажется все так должно быть что оказалось всю ночь она мучилась у нее были тяжелые испытания и боли оказалось что когда медсестра она вкалывала лекарства то она проткнула трубку и все лекарство выливалось и не входило в вену мы даже не можем представить те боли которые были у той праведницы и утром когда врачи поняли это то они пришли извиняться она им сказала что ни в коем случае вы не заберете от меня мои боли и даже если я могла против вас обвинять в этом что вы не выполнили то что должны были и судиться с вами но боли мои я не дам вам забрать человек не должен убегать от испытаний в его жизни от мук потому что они кроме того что они очищают его грехи они возвышают его выше и выше и это намекается из того что говорит Раши Яков достиг высокого высокого уровня службы Всевышнему Всевышнему сказал нет отдыха вся жизнь она должна прибавлять и улучшать и продолжать служить дальше и дальше сказано в книге Орхот Цадиким что человек должен помнить что этот мир он должен убрать любовь к этому миру то есть у него есть страсти у него есть нужды ему что-то хочется что-то нравится он хочет получать наслаждение он должен осознать что этот мир это не цель а усилить любовь говорит там Орхот Цадиким к будущему миру он должен воспользовать то что ему дано Всевышним для того чтобы подготовить себя к будущему миру говорит там Орхот Цадиким сказал один хасид что этот мир и будущее это как вод как вода и огонь они не могут быть вместе вода тушит огонь поэтому так же не может быть этот мир и будущий мир поэтому человек должен уменьшить полностью любовь к этому миру и усилить любовь к будущему миру и подготовить себя к будущему миру мы видим в нашей главе что путь Торы он совсем отличается от мировоззрения и веры греков греки их мнение их вера была совсем противоположной они не верили в будущий мир будущий мир у них был этот мир тоже все святое у них было как буднее даже кодыш был холм те боги лживые в которых они верили они были самыми большими кровопролителями извращенцами и олимп где жили их лживые боги было место убийства извращения и так далее известно что есть мероприятие которое происходит раз в какой-то период которое называется олимпиада почему она называется олимпиада ответ что эти игры они делали около того места около олимпа для чего для того чтобы те живые боги в которых они верили они видели эти игры спортивные то есть у греков святость она была как хол их задача в жизни была возвысить тело человека дать ему все страсти все нужды до конца нет такого понятия святое все буднее все хол тара это не так мидраж раба говорит в книге берешит так сказано говорит нам тара земля же была смятение и пустынность и тьма над ликом путчины говорит мидраж что каждое слово в этом пасуке оно означает четыре галута четыре изгнания тьма она означает изгнание греков галут яван почему говорит мидраж рацу молхут яван ляхших эйнем шалисрой они хотели чтобы глаза еврейского народа были закрыты для них была тьма что они сделали говорит мидраж они сказали китву лахэм алкера нашор эль лахэм хелек белоке израэль напишите на рагу у быка что вы не верите всевышнего что имеется ввиду есть законы в торе которая приводится трактат баба кама про какой должны заплатить хозяин животных которые повредили другого то один из таких ущербов называется шор бык они сказали вы можете выполнять законы торы любые законы но не как закон от всевышнего который сотворил мир и тот который выполняет его законы он будет вознагражден в будущем мире нет а как законы которые приводят к порядку в обществе как фолклор и так далее мы должны знать в этом они хотели привести и закрыть наши глаза тора это не просто законы между людьми и вера тора это слово всевышнего тот который сотворил мир есть сила добра и есть сила зла койдыш и хол это две вещи которые не могут быть в одном койдыш это святость а хол это буднее у греков это не так нет койдыш и хол все хол поэтому они сказали выполняйте заповеди выполняйте законы торы но помните что вы их выполняете не потому что всевышний вас заведовал ими а как законы поэтому когда победа была хашмонаим над греками то смысл хануки это свет мы зажигаем ханукальные свечи почему ответ напомнить нам о чуде которое произошло что кувшинчик с маслом его он горел вместо одного дня восемь дней почему именно мы напоминаем в хануку про это чудо а не про чудо победы меньшинства над большинством ответ чтобы напомнить нам что тарака наша это слово всевышнего это закон всевышнего и это есть свет свет это когда человек осознал и видит что находится вокруг него а тьма что-то находится но он просто не знает он не видит всевышний раскрыл наши глаза и напомнил нам что он находится с нами есть койдыш есть дворец вселенной и мы выполняем его тору его законы нужно понять что такое чудо это хорошо или плохо и что оно означает если человек ехал на машине и произошла авария и он выжил чудом то с одной стороны если бы это не было хорошо то он бы умер он бы погиб с другой стороны ведь лучше было бы если бы он проехал как обычно и вообще не было аварий для того чтобы понять и ответить на этот ответ нужно понять что такое чудо налашонакойдыш чудо это нес нес это флаг на любом языке чудо означает что-то необычное не по законам природы а налашонакойдыш это флаг какая связь между чудом и флагом почему это не назвали стул или стол ведь слово флаг оно не означает что-то необычное а просто флаг ответ что такое флаг флаг представляет какую-то группу или какого-то человека какое-то государство когда требуется флаг никогда не пошлют солдат чтобы поставили флаг посредине улицы в Израиле потому что Израиль принадлежит здесь есть правительство флаг ставят в том месте о котором есть конфликт между государствами то ставят флаг сказать мы здесь у нас есть власть это наше почему Всевышний делает флаг почему он делает чудо и почему он называется флаг в том месте у тех людей у которых ослабилась вера в него и знание что он сотворил мир то Всевышний делает чудо сказать я здесь все принадлежит мне чудо которое произошло с нами во время Хануки это для того чтобы сказать я здесь то есть есть я и я сотворил мир и Тора это моя а не просто законы людей и какого-то государства и это то что сказано в Торе что хозяин Йосефа которому он был продан он увидел что Всевышний с ним говорит Медраж откуда он это знал он увидел что Йосеф шепчет все время что-то уходит шепчет входит шепчет то он подумал он говорит какое-то колдовство откуда он подумал он увидел что когда он требует от него горячую воду он ему сразу дает в тот же момент холодную сразу дает то он ему сказал ведь если бы я хотел делать колдовство Египет страна колдовство пока он не видел что Всевышний находится над ним то есть тара это святое святые законы Всевышнего а не просто законы между людьми и это есть чудо хануки мы должны это помнить что Всевышний с нами свет это говорит мы видим истину что мы были выбраны Всевышним он царь вселенной и мы выполняем тору потому что она тора его и просто законы среди людей шаббат шалом